В Южноафриканском Дурбане определят столицу Зимней Олимпиады 2018 года. Членам Международного Олимпийского комитета предстоит сделать свой выбор из трех претендентов. Это немецкий Мюнхен, французский Анесси и южнокорейский Пхенчхан. По мнению наблюдателя, наибольшие шансы у корейцев. Они выдвигают свою заявку уже в третий раз. И есть шанс, что МОК оценит эту настойчивость. Высоко котируется и Германия. В случае победы Мюнхен станет первым городом, которому повезло провести и летние, и зимние игры. Впрочем, и французы не теряют надежды. В последнее время выбор Олимпийских столиц резко совпадает с прогнозами. Сейчас слово моим коллегам из регионов, а я вернусь к вам в начале следующего часа. До встречи. Доброе утро. В эфире Вести Магнитогорск. Студия Галина Кочерова. Накануне в Магнитогорске представили нового начальника управления внутренних дел. Им стал полковник полиции Михаил Иванов, ранее занимавший пост начальника УВД города Каменск-Уральский. Михаил Иванов начинал службу в Белоруссии, затем возглавил одно из подразделений УВД Свердловской области. С 1994 года проходил службу на оперативно-начальствующих должностях в Главном управлении внутренних дел по Свердловской области. Начинал работу на Урале в должности оперуполномоченного межрайонного отдела по борьбе с наркоманией, проституцией, распространением СПИД и правонарушениями, связанными с иностранными гражданами. Новый начальник управления внутренних дел познакомился с личным составом, а мэр города Евгений Тевтелев вручил благодарность бывшему начальнику УВД Магнитогорска Александру Осипову, который проработал в органах внутренних дел более 30 лет. Разобраться в нормах нового закона о полиции теперь можно по телефону горячей линии МВД России или в специальном разделе на официальном сайте МВД. По мнению организаторов проекта, пользоваться консультационной линией будут прежде всего люди, желающие повысить свою правовую грамотность, а также те, кто принимал участие в дискуссии по законопроекту о полиции. Информацию можно получить, позвонив по бесплатному номеру 8 800 253 35, либо на сайте 3wmvd.ru. Федеральная служба судебных приставов планирует увеличить сумму задолженности с 1500 до 5000 рублей, которая считается незначительной. Одновременно Федеральная налоговая служба рекомендует не препятствовать временному выезду за рубеж граждан, имеющих незначительную задолженность по имущественным налогам. Напомню, в Челябинской области приставы намерены этим летом не выпустить за рубеж около 5000 южноуральцев. С 1 сентября 2011 года все школы Челябинской области перейдут на федеральные государственные образовательные стандарты. Этой теме посвящено сегодня заседание Координационного совета при Департаменте Федерального министерства образования в Челябинске. Стоит отметить, что разработчики стандартов уже оценили степень готовности региона к переходу на начальный стандарт образования как одну из самых высоких в стране. У детей, кроме обычного набора предметов, русский, математика, чтение, появится 10 часов вне учебной нагрузки в неделю. Школа вместе с родителями будет сама определять, чем ученик будет заниматься в эти часы. Сильнейшие математики страны живут в Магнитогорске. Ученики школы номер 5 вернулись из Костромской области с победой в командном и личном зачетах. Обойти удалось 11 сильнейших математических команд со всей страны. Ни единого поражения. Победители говорят, сложностей не было, состав собрался отменный. Подовеса к главному призу победа капитана команды в личной олимпиаде. Очень много логики в математике, так что там не только цифры. И как бы красота многих решений не в цифрах, а именно в том, что можно решить коротким логическим путем. То есть найти решение чисто в задаче. Теперь школьников ждут отдых и подготовка к новому учебному году, а значит и к новым турнирам в математических лагерях. Далее информация Центральной диспетчерской службы. С 9 до 17 прекратится подача холодной воды в домах по Строителям, Менделеево и Труда. С 9 до 17 не будет горячей воды в домах по Столиваров и в домах по проспекту Карла Маркса. С 9 до 16 планируется отключение электроэнергии в ряде домов по Крылова, Темирязева и Белинского. О том, какая погода нас ждет сегодня, через несколько секунд я же с вами прощаюсь. И добрых вестей! В Пешан-Пенуазе сегодня воздух прогреется до 32 градусов. В Кизельском ожидается 31-33 со знаком плюс. В Верхнеральске около 30 градусов тепла. И в Магнитогорске возможен кратковременный дождь, столбик термометра поднимется выше 30 градусов.